Привет, друзья! С вами Хердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Crossroads Inn. Мы с вами остановились на том, что нашли интересный способ заработка. Правда, у нас полный гармутер происходит в плане организации всего нашего процесса. Первое, что нам нужно сделать, мы не закончили задание. А где оно? Задание? Вернись. Плес. Я всё прощу. Нам нужно построить туалет. Отхожее место имеется в виду. Мы с вами про тубзолет совсем-совсем забыли. Так, тубзолетик у нас был где-то здесь. В целом, по деньгам мы уже вышли в плюс, жить можно, но не то, чтобы это прям фонтан. Так, тубзолет возводим вот здесь. Жаль, что его за территорию нельзя поставить при входе прям. Пусть будет здесь. Он, скорее всего, людям спокойствие даст и будет всем здоровья. Так, задание выполнено. Я правильно понял? Вроде бы да. Так, что ж, сейчас этого достаточно, давай-ка откроем нашу таверну. Эээ, я как бы её уже открыл. Ладно. Так, идёт к нам товарищ. С сумкой, очень странной, сзади. А вот наши первые посетители. Ну, не совсем первые. Судя по их подежде, одежда это путники. Старение Мартину не чужда, жизнь в дороге, мой мальчик. Так, раз наша новая таверна находится рядом с тем местом, где пересекается множество торговых путей, но может быть хорошей и выгодной затеей построить гостевую комнату для всех этих усталых путников. Окей. Так, не так быстро нужно поднять известность нашей таверне, чтобы люди хорошо населись. Это я уже тоже сделал, друг. Ты немножечко запаздываешь. Так, у нас задания есть выполнены. Известность таверны повышаем. 13. Выплатить долги это, конечно, хорошо. Нанять в перепуте городского глашатая. Вы можете рекламировать в перепуте свои услуги. Ммм, повысить известность таверны. А где это перепуте? Я пытаюсь его разглядеть. То ли я дебил, то ли рельсы не едут. Нанять в перепуте городского... Сейчас, где карта? Кроссроуд перепуте. Так, выберите глашатая, у нас еще и на выбор есть. Так, эффект 10. Эффект 11, эффект 20. Нужды поспать. Нужды поспать. Увеличиваешь стан, что вы привлечиваете к посетителям, будет одна из этих нужд. Ага, ага, а это что? Перекурить, да? Увеличиваешь стан, ага, понял. Короче, берем двадцатку, просто чтобы у нас была куча обычных типочков. На три дня пятьсот шестьдесят. Принять. Я думаю, этого будет достаточно. И повысить тем самым известность. Так, обеспечить сдачу комнат. Уже обеспечили. Выплатить долг банку. Окей, я выплатил. Так, известность получена, замечательно. Я выплатил. Короче, суть в чем, что я хочу сделать. Я хочу переместить вот это добро к нам сюда. Пока что, временно. Если такая возможность предоставится. Да, такая возможность есть. Ставим пока сюда, а сюда я нафигачу еще кроватей. Нафигачу еще кровати и всего остального. А, стоп, у нас златарка есть. А, нет. А, хотя есть, в принципе. Пивашка, вино у нас есть. Сейчас надо только приоритеты еще там раскидать. А то у нас приоритеты поставлены, как хрен пойми что. Так, мы можем, естественно, свободную формацию делать. Но я не уверен, что свободная формация даст нам возможность... А, под факелом нельзя. Это именно из-за факела, да? Угу. Я понял. Сейчас тогда здесь проверим. Свободная формация опасна, потому что вы сами видели, что иногда происходит. Они иногда начинают забираться наверх, хотя этого делать они абсолютно не должны. Так, факел. Ничего личного. Давай как-то вот сюда втулись. Не мешай мне, видишь, я тут делом занят. Я надеюсь, что если я вот так пропихну, то они смогут там пройти. Так, и с этой стороны мы тоже можем две кровати поставить. В упор в стеночку. У нас будет небольшая комнатка, где у нас будут спать товарищи. А вот здесь уже, скорее всего, не влезет. Или влезет? Хе-хе-хе, походу влезет. Ха, я не уверен, что это будет работать, кстати. Ладно, давайте запустим. Йо, репутация увеличена. Репутация растет. Ей, 14 уже. Так, я хотел разобраться еще с хранением. Хранение у нас здесь что? О, у нас здесь лежит алкашка. В принципе, она здесь может лежать. Но здесь у нас повышенный приоритет. Блях, она таки сломалась, эта бочка, да? Давайте я ее продам к черням собачьим. Бочка, прощай, бочка, прости. Мне нужна еще одна бочка. Потом мы эти бочки переместим, потому что расширим наше здание. Так что это не вопрос. Но потом, когда будут деньги, а их сейчас нету слова совсем. Так, поставим назад. Проверяем. Все, работает. Так, здесь мы оставляем, получается, так, убрать все. Оставить эль, сидр и все. Эль, сидр, а, не все, лагер. Лагер, а здесь мы оставляем винищи и все остальное. Правильно? Правильно. Так, теперь приоритеты. Приоритет здесь максимальный, здесь максимальный. Все, чтобы они не носились туда-сюда. Дальше. Меня волнует вот здесь. Ой, боже, она еще и поломанная. Здесь у нас хранится посуда. Меня интересует, куда ее можно перенести. Меня интересует, куда ее можно перенести. Может, есть ящичек, куда мы могли бы перетащить посуду. Так, а здесь, например, может быть... В бочке хранится посуда. Это бред, конечно, да? Но я проверю. В бочке оно точно не хранится. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги. Пусть зарабатывают. По-хорошему я хочу вот здесь поставить ящичек с посудой. Чтобы они ее сразу мыли, взяли, налили, передали. Взяли, налили, передали. Чтобы хоть какая-то логистика была. Так, у нас половина бездельных. Да какой у нас? Три работника бездельничают. Один дядька несчастный, он переносит винище. Так, путники ждут. Так, не из чего пить. Повышаем приоритет на... Мойку посуды. Так, он чей-то заказ хочет отправить? Нет, передумал. Он пошел мыть посуду. Ребята, хорай спать. У нас уже барышня успела заболеть, переболеть. Так, что происходит? Ты можешь его не отвлекать? Он спать пошел вообще-то. Мне надо проверить, чтобы все кровати работали. Уйди отсюда. Так, вы получили 22 тысячи гуль. А типа за выполненные задания, что ли? Хераси, здрасте. Так мы теперь с банками рассчитаться можем. Погнали. Так, первый банк, здорово. Выплатить 5 тысяч. Выплатить все. Окей. Мы можем брать новый займ. Хорошо. Так, и у какого еще у этого банка я брал, да? Выплатить все. И остались мы с 7 тысячами и без долгов. Хм. Это очень даже неплохо, слушайте. Очень даже. Ты можешь перестать убалтывать, пацаны? Все. Так, и пока не забыл, тут тебе пришло письмо. Похоже, что он какой-то великосоветской богатой леди. Если судить по запаху духов. Шо ж, дай-ка посмотрю. Так, гробезный господин. В Юровойле вести разносится быстрее, чем люди, которые их разносят. Итак, я узнал, что вы открыли у Перепутя новую таверну. Поскольку меня всегда манит неведовая, для меня было бы удовольствием познакомиться со своим молодым трактирщиком. Так, ко всему прочему, я надеюсь, что у вас найдутся покои, подобающие граффляхам. Всегда ваша придворная дама короля Оуэна, графиня Элиза Дейвон. Какая-то графиня пишет, что слышала о вас, хочет у вас погостить. Какая-то придворная дама хочет навести нам визит. Так, придворная дама, говоришь, это же отличная новость. Все рассказал, что с новой таверны начнется новая жизнь. А о ком конкретно? О графиня, судя по всему, придворная дама такая-то, такая-то. Мне доводилось о ней слышать, влиятельная женщина со связями при дворе. А еще, как говорят, ослепительная красотка. Но что такой дворянке от нас нужно, все это как-то подозрительно. Так, мне кажется, ты немного преувеличиваешь. Слушай, наконец-то улыбнулась удача. Так, ну что именно ей может быть от нас нужно? В любом случае, отказ в ее просьбе может быть рискованным. Если это сделает ее нашим врагом. Так, мудрость прокачана. Так, ты прав, если у нее есть тайные намерения, лучшим способом о них узнать будет пригласить ее к нам. Держи друзей близко, а врагов еще ближе, как говорится. Думаешь, нам грозит опасность? Я не исключаю такой возможности, мой мальчик. Наш конфликт с Рокбарри отразился и на других влиятельных людях. И все же визит столь высокопоставленной персоны может быть для нас полезен. Думаю, лучше всего сейчас будет устроить графине хороший прием. Но не забываем о ее скрытых мотивах. Нам нужно будет построить для нее лучшую личную комнату. Короче, беда в том, что если мы ставим личную комнату, это довольно дорогое удовольствие. Так, еще плюс известность. Постройте личную комнату. Бляха. Я не хочу ее строить. У нас планы другие чуть-чуть. У нас чуть другие планы. Я еще не разобрался со вторым этажом. Вот в чем проблем Тосина. Это не то, чтобы плохо, не то, чтобы хорошо. Это как есть. Так, здесь мы меняем размер крыши только. И горный. Личная комната у нас присутствует. Личная комната у нас присутствует. Ну, давайте я и здесь делаю выход тогда временный. Если что, мы потом ее перестроим просто. Так, личная комната. Раз, два, стрис. Что мы в нее можем поместить? Декорировать я ее, конечно же, не буду. Так, сделаем красивый вход. Здесь должно быть, естественно, симпатичное окно. Опять же, это временно. Это временно, и потом все поменяем. Так, и где у нас? Вот, у нас есть шикарная постель. Вот, а что она сюда не влазит? Она настолько огромная. А что тебе мешает? Не могу понять. Она, кстати, выглядит стрёмно. То есть, вот эта постель лучше, чем эта. Это подозрительно, да? Ладно, поставим эту постель. Так, поставим зеркальце для нашей графыни. Поставим ей сракетан. Чтоб она тут опорожнялась. Дай бог ей здоровья. Давайте ей... А я могу не ставить письменный стол. Я его перетащу отсюда. Молодой человек, прошу прощения, я хочу вот это у вас лямзить. Надеюсь, оно мне сейчас не скажет, что оно в работе. Нет, отлично. Так, это передастки вроде бы как все. А, ну и освещение. Освещение. Давайте повесим вот такую люстрочку со свечами. Красота? Вроде бы как да. Так, у нас еще написано, кому нравятся украшения сейчас. Так, эти украшения нравятся лихим ребятам. Эти украшения нравятся путникам. А есть украшения, которые нравятся дворянам. Таких украшений у нас нет. Грустно. Но в целом комната сделана. Комната-то сделана. Так, личная комната, личная комната. Есть снять постель. Ну, в целом она вроде неплохая. Размер не очень. Можем увеличить, в принципе. Можем, в принципе, увеличить. Так, как мы делаем? Вот так делаем. Так, теперь шо как? Размер чуть больше, чистота в жопе. Ну, сейчас мы уберемся. Я думаю, будет нормально. Так, принять графиню. Так, репутейшн у нас растет. Вот, а соответственно, исследования у нас растут. Куда мы можем двигаться? Высадка морковки, ожидание наших посетителей. Число людей, ищущих работу. Бля, как по этой штуке перемещать? А, вот так. Все, понял. Так, что у нас здесь? Разблокирует стеллаж с инструментами, повышающей скорость и качество работы. Вот это, мне кажется, очень важная штука. Пока мне так кажется. Разблокирует котел, который требуется для некоторых блюд. Камин. Стоимость строительства комнат снижается на 50. Позволяет получать мясо из крыс. Интересно. Получение платы с людей, пользующимся отхожим местом. О, плата за туалет. Что может быть лучше? Так, что у нас здесь? Разблокирует метание дотиков, разблокирует коптиль, позволяет делать сосисы. Работники путешествуют на 50% при передвижении по карте мира. У нас работники смогут по карте мира перемещаться. Интересная история. Так, дворяне у нас пока закрыты. Но давайте ожидания повысим. Разблокирует больше земли для строительства, разблокирует выращивание лука на грядках. Так, тренировочный манекен. Тренировочный манекен. Кстати, мы же можем переназвать. Это у нас будет... О, не толстей. Самое лучшее название. Так, а я, естественно, никакой не Кристиан. Я Пердекс. Почему с маленькой? Я Пердекс. У нас прокачана риторика и мудрость. Замечательно. То, что надо. Ну окей, отстройте. Чё-то барышня припёрлась. А им можно как-то запретить заходить в эту комнату? Так, личная комната. Так, Мартин. Понятно. Запретить им сюда входить. Уборка средний приоритет. Уборка этого средняя. Здесь уборка максимальная. А здесь приоритет... О, здесь книги какие-то лежат. А, это то, что они написали, да? Я вас понял. Здесь требуется уборка, максимальный приоритет. Всё, вроде бы должно теперь быть хорошо. Уйдите оттуда. Я же сказал, нельзя вам туда. Так, скромно, но в рамках приличия. Я думаю, графине даже может понравиться. Что ж, пора ответить на её письмо и узнать, что ей однослужно. Так, любезная леди, мы должны признать, что письмо вашего превосходительства, хоть и застал нас расплох, оказалось приятным сюрпризом. Мы надеяться не могли, что столь высокопоставленная особа посчитит внимание в нашу скромную таверну. Спешим сообщить, что мы приготовили для вас превосходный бла-бла-бла. Так, я передал письмо одному из Гонцова. Пока давай-ка соберём о графине столько сведений, сколько сможем. Я хрен знает, каким образом мы должны их собирать. Но да ладно. Так, наша мега-спальня вроде работает, хотя... Сейчас, мне нужно, чтобы пришли новые люди. Давайте ещё раз запустим... Ааа, где у нас? Перепуте мы уже прокричали про то, что у нас есть. Шикарное место. Здесь мы можем получить что? Компостный ящик. Рецепт. Интересно. Так, здесь мы тоже рецепты можем получить. Вот здесь можем ещё запустить паренька. Так, 7, 12, 5. Курить спать хотят. Давай вот этих запустим. Так, и нам нужно ресурс, да? У нас бухлишко ещё осталось. Нас жрать нечего, в общем, проблем. Так, а на полях чё? Виноградник принадлежит семейству Рокбри. Так он же сгорел. А, ну он и виден, как потемневший. Так, хорошо. Грибы, я так понимаю, как блюдо само по себе не пойдёт. Морковь, видимо, тоже. Мне кажется, что блюдо подразумевает именно сложные процессы крафта. Сейчас я проверю, где у нас рецептура. Рецептура кваса. Один из тех случаев, когда двух вещей приводит к появлению восхитительного результата. Нравится лихим людям, да? Окей, у вас что есть? Не, мост меня не интересует. Поймите меня правильно. Да не мост. Так, рецепт почти с клюквой. Ой, это что-то очень сложное. Попроще будет что-то? Я не понимаю, что это такое. Дотраль. Что это за функция? У вас недостаточно влияния в этом городе, чтобы наладить новый торговый путь. А, мы торговые пути сможем налаживать. Я вас понял. Да, мы можем увеличить влияние за счёт политических слухов. Позволяет узнать новый рецепт в городе. Разблокирует больше глашатаев. Позволяет создать торговый путь. Разблокирует новый рецепт интерьер. А слушайте, да здесь всё гораздо сложнее, чем я думал. Я что-то думал, что прям халява. А не халява вообще ни разу. Так, пришлите, стряпчево, чтобы узнать рецепт. У меня, по-моему, этого пацана нет. Надо будет нанять вообще. Ладно, с этим мы ещё разберёмся. Пока выпивка есть, в принципе, можем себе позволить снабдить наших товарищей. Вы успеваетесь мыть посуду? Серьёзно? А где все остальные чашки и кружки? Вы чё? Демоны. Так, я же хотел проверить место хранения ещё, чтобы прятать эти ящики. Есть ящик. Обычный небольшой ящик, не очень красивый. Кучка ящиков. Ещё более некрасивая. Дешёвый кухонный стол. Стоп, у нас же должны были инструменты появиться. Так, всё, что нужно для чистой таверны. Внимание, трудолюбие в комплект не входит. Так, страшненькая довольно вещь, поэтому мы её, наверное, тут запрячем. От людей подальше, чтобы не пугать их. Так, стеллажик с инструментарием есть. Ну, давайте обычный ящик попробую здесь впихнуть. Беспалевно вот так. Опа. Достань на место. Так, и попробуем посмотреть, что в него можно закинуть. Так, ящик мыла, сыр, яйца, лёд, зерно, жир, свечи, хлеб. Это не то, что мне надо. Совершенно не то. Тогда под... Нет, всё равно не годится. Мне нужно место хранить. Так, тебя тогда я перенесу. Ты сныкайся где-то здесь. Вот тут встань, чтобы тебя не видели. Так, ещё какие места у нас хранения? Мешки. Ну, мешки точно не годятся. Там всякое зерно, наверное, хранится и так далее. Простая плита. Печь в речном стиле. Гриль у нас есть. И простой котёл. Ну, опять же, простой, значит, работает долго, хреново. Поэтому лучше его... Стеллаж, кстати, а ну-ка. Стеллаж, скорее всего, подходит. Правда, стеллаж там ставить очень плохая идея, мне кажется. Так, настройки. Фруктовая всякая говнишка. Да-да-да-да-да-да. Есть. Кружки складируются здесь. Ага. Ну, стеллаж этот, не, он ещё пригодится. Давайте я здесь попробую впихнуть. Вроде бы как он сюда влезет. Надеюсь, он никому не помешает. Проход есть? Да проход дофигеть какой есть. Серьёзно. Рейф жаливаться. Так, открываем. Открываем. Забираем отсюда всё. Оставляем здесь только кружки. И оставляем здесь только тарелочки. Ещё должны быть грязные тарелки в том числе. А сколько сюда вообще влазит? Наверное, достаточно. Так, и тарелки обычные. Влазит 9 на 20. Что-то хрена влазит, слушайте. Это хорошо. Это хорошо. Так, и здесь повышаем приоритет максимальный. Так, приоритет максимальный. Стол починить надо вообще для начала. В столе они это всё добро перенесут сами, я так понимаю, да? Угу. Так, запускаем. О, это пустяка, который я видел. Давайте, я в вас верю. Так, забери отсюда, перенеси на стеллаж. Ой, красота. Я теперь смогу визуально отслеживать, есть ли у нас посуда. Так, ещё один путник пришёл. Ты что хочешь? Он хочет бахнуть, либо снять постель. А что, там таки не проходит? Не, он должен пройти. С ним, видимо, пообщаться должен. У вас есть кровати? Он ушёл, слушайте. А почему он ушёл? Здесь же кровать есть. Так, давайте уборку здесь приоритизируем. Я просто не видел ещё, чтобы кто-то на вот эти постели пришёл. Ну, фактически их можно вообще переместить вот так, и они вроде бы как... А, я не могу щеликом перенести. Ну да, было бы странно. Они, по идее, должны там пройти. Я могу вот эту просто развернуть буквой ЗЮ. И оно, скорее всего, влезет. Так, приступайте. Постельки приведите в норму. Так, всё постелили. Замечательно. Отскладировали. Пошёл убирать. Там паренёк выспал. Сейчас вот этот встанет. Скорее всего, получится, да. Нам нужно, чтобы эти шесть кроватей работали. Они принесут нам очень хороший доход, мне кажется. В перспективе. Что это за приближение было? Кто-то пришёл? Да, идёт мадама. Так, ну... А, это та самая. Та самая графиня. Так, приветствую, трактирщик. Я графиня Элисадеон. Вижу милостью Творца. Вы в другом здравии. Чё, к сожалению, не скажешь о нашей... О вашей таверне. Должна признать, что я ожидал чего-то большего. Но, по крайней мере, пейзаж вокруг живописной. Полагаю, моя комната уже готова. Ваша комната готова, графиня. Мы можем ещё повыёживаться. Добро пожаловать. Люди говорили о вашей красоте. Ну, и какие слова не способны. Неудачи. Тонкое искусство комплиментов. И, чё, персоналам явно не так легко даётся. Отношения ухудшаются. Бе-е-е. Надеюсь, она подавает моему положению. Конечно. Заходи, королевна. Куда она пошла? Ага. Ну, заходи. Так, я посмотрел. Не, ну нахер, я отсюда не пойду. Так, сдать. Требование кровать. Личная комната. Сдать. Так, иди занимайся своими делишками. Она пропала. Окей. Вижу, комната готова. Действительно, уже приезжали. Как вам? Вполне функционально. Да, я была готова худшему. Отношения улучшаются замечательно. Хорошо, не желаете что-нибудь ещё? Может быть, что-нибудь из моей любимой Самбри. Какое-нибудь украшение, напоминавшее бы мне о красотах Юга. Вы достанете мне что-то эдакое, любезный трактирщик. Что же мне нужно найти за украшение? Могу посоветовать в поисках их в Рикоде, в восхитительном красном городе. Прямо на юге отсюда. Это крупнейший Самбрийский город. В такой близости от Юрской границы. Так, мы можем повыёживаться опять. А смели сказать, что в этой комнате уже есть самая прекрасная частичка Самбри и вы. Ха, сработало. О, любезный трактирщик. В этом мире комплименты распахнули. Перед вами любые двери. И всё же я бы хотел, чтобы в этой комнате было какое-нибудь украшение. Вы же не думаете обо мне каком-то предмете, надеюсь. Уже бегу. Сейчас проверим. Пусаны. Что у вас по украшениям? Так, у нас, кстати, с ними хорошие отношения. Разблокируют новый предмет интерьера в городе. Он уже разблокировался, что ли? Вы получили доступ к новой локации. Не, новая локация-то хорошо. Но я не заметил нового украшения. Так, задание-то как звучит? Самбрийские украшения. Фонарь любви. Почему они прокликиваются вообще? Что за херня происходит? Так, извидите, извидите. Так, фонарь любви. Ага, ага. Ещё один фонарь любви. Мне кажется, придётся всё-таки с ними повзаимодействовать. Так, у них пришли те работники, чтобы разблокировать. Нико, сбегай кабанчиком. Там какой-то ковёр-таки есть. Так, можем здесь, кстати, глашота ещё запустить. Ааа, 17 эффект просто бедняки. Давай 17. С ними уже потом разберёмся, что они хотят. Так, чич, не трогай эту кровать. Женщина, отставить. Так, сейчас мне надо выставить вот таким вот образом. И туда вглубь. Опа. Так. Вот теперь должно работать. Теперь вроде бы везде можно пройти. Отлично, мы сделали собственный хостел. С этим можно жить. Так, что у нас по мебелям, мебель, мебель, мебель. Так, бухлишко ещё есть. Кружек дофигища. Их теперь нормально успевают хоть мыть. Эй, чё надо? Хочет спать, бухать и спать. У вас есть кровати? Есть и диспи. Пошёл второй. И третий сейчас тоже пойдёт. Всё, отлично. Кровати у нас пока дизайн. Я совсем забыл. У нас же есть шикарная вещь. Изменение оплаты. Костевая комната. Мы можем, пока морда станет недовольный, поднять цену до 54. Дальше. Личную комнату мы можем поднять до 60. Нет, не можем. 55. И мы можем в меню, то есть, также менять цены на наши предоставляемые товарчики. Но не можем в данном случае. Потому что народ и так недоволен. 33 это оптимальная цена. Окей, оставляем как есть. Оставляем как есть. Так, товарищ сюда ехал? Не доехал, где он так? Раздобыть украшения. Разместить коврик в комнате графини. Коврик? Ты где? Коврик есть. Держи. Обожаю этот коврик, люби как свой личный. Так, отлично. Теперь надо с ней побеседовать, видимо. Так, какой цвет, какое качество, прелестно. Определённая работа искусственного сабарийского мастера. И одной из роговцы это можно определить под тонким золотым нитем. О, вы меня радуете, трактирчик, благодарю. Теперь комната идеальна. Так, вам ещё что-нибудь надо? От всех этих разговоров я проголодался. Не могли бы вы попросить повара приготовить что-нибудь поесть? У нас нет повара, женщина. Какой-нибудь местной еды. Ярвийский деликатес, например. Или может что-то онтермаркское. Ведь мы так близко от границы. Где мне найти рецепчат подобного? Это зависит от того, что вы хотите мне приготовить, любезный тактирщик. Границы неподалёку, но мы всё ещё в Йорвале что-нибудь местное. Так. Прямо сходу отправьте повара на запад Дутраль. Я слыхала, что после своего разрушения в Великом Пожаре, он наконец-то возвращается на политическую карту Йорвала. Немаловероятно, что ваш повар отыщет там какой-нибудь любопытный рецепт. Больше влияния в Дутраль. У нас нет повара. Хьюстон. У нас нет повара. Здесь нужно что? Картошка, листья, мука, видимо, и лук. А, стряпчего. Надо нанимать тогда стряпчего. Что поделать? Я этого не хотел делать. Так, кухарь. Кухарь, 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 кухарь. Какой у нас есть? У нас есть гиперкачественный, который любит поспать, покурить. Это плохо, кстати. Так, ты у нас что? Лукавит. Немножечко. И угрюмый вечно. Ладно, давай тогда уже курягу. Фиг с ним. Так, куряга, добро пожаловать. Сразу направляем тебя сюда, в город. Мабон. Добро пожаловать в город. Блях, это сейчас кухню надо обустраивать. У нас денег нет. Я боюсь, что кухню придется здесь делать. Это будет ужасающе, но... А что поделать? А что поделать? Других вариантов я пока не вижу. Ладно, стартуем. Так, ты что за перец? Что за силуэт? Это что за покемон? Или дигимон? Что ты такое, мать его? Есть слишком маленькая comida, чтобы питать все, но... Я забираю меня, Гриффин. Мэйлан. Привет, трактирующий, меня зовут Мэйлин. Я представляю гонцо. Вы узнали... Мы узнали, что никто иной, как эта гнусная гадюка Элиса Дэйвон гостит в твоей таверне. Это так? Скажи мне, кем она приходится тебе? Ведь ты, возможно, не представляешь, кто она такая. Графиня моя в гости, как и ты. Мы уже какое-то время имели дело с этой гадюкой Дэвон. И вот, что я тебе скажу. Не стоит ее недооценивать. Имели с ней дело. Гонцы никогда не обладали твердым политическим статусом. Скончавшийся корой Уэн хорошо к нам относился и уважал нашу независимость. Но с самой его смертью многие дворяне стали прибирать к рукам все больше власти. И некоторые из них, особо не таясь, заявили, что заберут у нас наших грифонов. И нашу... У вас есть грифоны, мать его? И как это вообще связано с графиней? Она сама политикан и опора для некоторых влиятельных дворян. И тоже хотела бы, чтобы гонцы лишились грифонов. Но мы всегда были и всегда были свободным народом. Трактирщик. Так что можешь сам представить, как мы смотрим на твое сотрудничество с этой гадюкой. Прошу дать мне время, все это обдумывая. Действительно, производит впечатление властной опасной женщины. Я не знаю, чего именно ты хочешь добиться, трактирщик. Но будь осторожнее, ведь ты вступаешь в опасный мир. Если ты однажды решишь выступить против графини, то мы можем быть друг другу полезны. Я тебя понял, конец. Как это говорится, намотал нос. А там потом решим. Так, она хочет жрать. Рецепт нашу притащили или нет? Новую информацию переговорить загадочное. Так, подать графине блюдо, узнать о рецепте. Я уже отправил узнавальщика. Он, кстати, на карте виден? Да, он уже на месте. Отлично. Тогда пока работаем. Сейчас надо будет узнать, на чем он готовится. Так, местный повар не настроен делиться своими кулинарными секретами. Но ваш работник не собирается сдаваться. Он приводит бесчисленные часы, пытаясь привлечь внимание повара, убеждая его и просто надоедая всеми доступными способами. Наконец, талантовый кулинар задается и соглашается научить нашего работника готовить блюда. Не бесплатно, разумеется. За 200. Окей. У нас так денег нет. За что вы меня последний отжимаете? Так, повар заканчивается, у вас работник отправляется обратно в таверну. Так, смотрим. Добавить блюда. Это у нас вареники с картошкой. Хорошее блюдо, кстати. Ценю, ценю. Так, зелень, картошка, мука и чеснок. Пока все логично. И нужна обычная плита. Пока звучит очень хорошо. Так, кислая пища. Шанс, что посетители закажут что-нибудь сладкое. Сильный запах повышает известность вашей таверны. Посетители, да, неприятно пахнут. Но это же не пельмени, это вареники. Так, шанс, что посетители заплатят больше за это блюдо. Ммм. Ммм. Как интересно. Так, хорошо. Но мы в деньгах, по деньгам в жопе. Нам нужно сейчас сначала заработать. Вон, сонное царство. При даче. Нужно заработать хорошенько. И только тогда, только тогда, я смогу двинуться в сторону того, чтобы посетить всех патриотов. Я тебя понял. Так, это у нас заборчики. Это у нас поливалки всякой дичь. Вот грядка, да? Ну, давайте я попробую, что ли. Так, грядка есть. Включить автоматическую посадку. Сажать удобрение вода. Сажать. Картофель. Автоматическое сажание. Информация. Так, мастерит. Ресурс заблокирован. Картофель качество говно. Ready in 24. 24 часа, что ли, бытрость? А нам фермер не нужен, разве? Нам нужен точно еще один черно-рабочий. А есть вообще такой человек, как фермер? По-моему, нема. Это хорошо. Так, скоростной пацан, но глупый. Для черно-рабочего, мне кажется, идеально. Так, наймем еще одного. Пока работаем, ребятки. Работаем, работаем. Так, бухлишка заканчивается. Стоп, в смысле она не заканчивается? Так, вы его хоть складировать начали здесь? Начали. Мы слишком много на паузе сидим, поэтому у нас продажи и не идут. Статистика нам что говорит? Статистика, статистика. Нам говорит, что мы потратили на рабочих сотку. Доход от комнаты 100. Чаевые 15, 4. Ну, слушайте, мы очень хорошо идем. Не взирая на то, что мы кучу денег взираем на все остальное. Это что за перец? Городская охрана или кто это такой? Ты что за покемон? Представьтесь, молодой человек. Так, здравствуй, трактирщик. Пусть в ужасе прячутся чудовища и разбойники врут от страха, ибо прибыл я. Аль Стерадвер. Я понял. Знак зодиака, что ли? Так, поскольку ныне я преследую великую цель, я не задержусь здесь надолго, увы. Мои соратники, впрочем, сообщили мне, будто бы прекрасная девица гостей от вашей таверни, посему я обязан ее увидеть, а также предложить ей скромные услуги здравствующих рыцарей. Одна графиня остается у нас на ночь, но, к несчастью, я не думаю, что она захочет с вами общаться, сэр. Говорите графиня, так что еще лучше? Ответите же меня к ней, любезный трактирщик, дабы я мог представиться и предложить. Я думаю, что мы должны беспокоить леди ее статус, все дела. Ну ладно. Это вы, трактирщики, я вижу, что вы привели с собой это нечто, про что объясните. Ваше превосходительство. Позвольте мне представить вам Аль Стерадвер. Вы представитель ордена здравствующих рыцарей. Ну, ожидаемо, что мы ее разозлили, да? Трактирщик, мне казалось, что сама свою личную покоя исключает возможность визита каких-либо старых бродях. И хотя я ценю возможность завести высокопоставленных друзей, заберите этого мужлана с собой и закройте дверь. Прошло почти так, как можно было ожидать. Не беспокойтесь, дорогой трактирщик, главное дайте знать Аль Стерадвум Рыбам и с расшивающим рыцарем. Если лайки когда-нибудь понадобится наша помощь, мы явимся столь же быстро, как стремительный горный поток и с мощью, с которой сравнится лишь буря. Я понял. Наркоман. Наркоман, понятно. Ну, хочешь в туалет сходить, денег заплатишь мне. О, сажает, сажает, сажает. Тихо, процесс пошел. Так, посадил. Что по инфе? А полить не желаете? Воду оформь, пожалуйста. Воду оформь. Очень нужно, чтобы растение было полито. Куда поперлось? Что-то хочет. Время выпить. Она ему кулаком мошает, а он говорит вобухать. Ну, нормально. В принципе, стандартное общение. Межполовое. О, пыхать здесь начали. Вообще-то пыхать здесь нельзя. Ну, ладно. Средневековье все дела. Можете чутка и вздернуть. Плюс общение. У них общение пошло. О, пыхать здесь нужно, чтобы выращивать всех патриотов. Так, за ней, кстати, уход особый. Средневековье. За ней особый уход организуйте, пожалуйста. Так, отлично. Бабосик идет со спальни. Замечательно, восхитительно. Так, артофан-то мы выращиваем. Но остальной ресурс нам в любом случае, мне кажется, придется докупать. Так, спрячься. Так, фермеры, что у вас есть? По чем у вас... А, я добавил? Я не добавил, по-моему, рецепт, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, плюс вареники. Добавляем. Вареники с картошечкой. Цена 84. Это, типа, максимально позволительная, да? Так, у нас нет камина. Но у нас есть стеллаж, где можно хранить эти все продукты. Хорошо, давайте зыркать. Так, что у вас есть? Мука 68. Лагерь 65. Вино 73. Я, наверное, все здесь возьму тогда. Давай, раз, два. Три. Четыре. Пять. И еще вина возьми. У нас сама доставка сотку стоит, собака. Дорого? Ладно, тащите. Мы все равно это продадим, все равно на этом заработаем. У нас есть чаевые. У нас есть все как надо, в общем. Надо будет вообще скоро за декор взяться. А то что-то мы реально выглядим как хибара какая-то. Хотя достаточно аутентичненько, мне кажется. Так, шляются у нас здесь всякие. Мусор разводят. Ты че сюда приперся, мать твою? Я ж сказал, нельзя сюда никому. Ой, дебики, нельзя ушли отсюда. То сейчас она нам опять начнет тут фыркать. О, она села побухать. Она хочет хавать и пить. О, нет, нет. Сколько вообще занимает места эта самая плита? Так, кухня. Плита обычная. Триста. Да, слушайте, она влезет. Вот сюда. Я понимаю, что мы перегружаем очень сильно комнату, но... Пока мы не можем себе позволить резко расширяться. Так, забирайте чесночок. Особенно без чесночка вареник вообще не то будет. Ага. Дрова нужны точно, бляха-буха. Так, у нас есть, по-моему, два варианта работы с дровами. Нам нужно хранение вообще дров. Бляха, вот она уже не влезет, по-моему. А, нет. Слушайте, я нашел. Местечко. Надо эту кровать вообще отсюда забрать. Тут она уже точно не вместится. Давайте она пока пусть здесь будет. Потом, если че... Вот самое тупое, что они почему-то, видимо, с другой стороны не смогут зайти на кровать. Но это я не проверял. Пусть пока будет здесь. Так, а здесь у нас открывается место для чего? Для того, чтобы поставить вот эту штучку. А, нет, она не влезет. Вот сюда. Плиту тогда мы переносим сюда. Так, и у нас центр освобождается. Я хотел че? Я хотел колун и бревно. Колунь? Где колунь? Не вижу колунь. Бляха, не говорите, что это отдельный скилл. Я вас молю. Хм... Так, это украшение, это всякая дичь. Да, у нас нет колунчика, слушайте. Так, а на эти у вас есть задания какие-то? Убрать древесину, убрать древесину, убрать... То есть, они ее чисто поломают, я так понимаю, да? Тогда нам придется сделать еще один заказ на дровах. Что меня, конечно же, не радует. Сейчас посмотрим, что он будет с ними делать. У тебя же есть ящик с инструментами. Че ты тупишь? Так, они начали колупать древесину. Ну, че-то мне кажется, что дрова мы не получим. Почему они с этой стороны заходят вообще? Заблокировать для всех она блокируется? Сейчас проверим, вот эти доработают? Или она блокируется именно для посетителей? Она блокируется для всех, я понял. У меня нет мест хранения для хранения какого-то определенного ресурса. О чем у нее речь? Если дрова, то вот, дровница есть как бы. Не выдумывайте. Так, чеснок, листья. Это я вижу, где хранится. Мука хранится. Венища тоже есть, где хранится. Че вы думаете? Так, дрова здесь не появилась. Скорее всего, придется их заказывать. А, не, вот появились дрова. Так, отлично. Причем это древесина, а не дрова. Ее еще нужно переработать, по всей видимости, да? Убедись, что этот лес не принадлежит кому-нибудь. Размойте, че вы, да-да-да. Так. Но у нас я так и не нашел. Есть! Поленко. Поленко. Давай вот сюда его поставим. Хоба. Надеюсь, оно не будет мешать пройти. Так, поехали, ребятки. Поленко есть, можно работать. Максимальный приоритет, если шо. Так, черно-рабочий есть? Че, спать негде? Есть где? Иди спи. Второй тоже иди спи. Мы пока будем сбухивать население. Так, этот долбит. Так, этот взял дровишки. Досочки. Так, давай. Разгрузили. И губ! Губ! Так, первые дрова пошли. Замечательно. Все нормально, ездить и складировать. Че ты выдумаешь? Только нам теперь нужен кухарь. Нам теперь нужен кухарь для того, чтобы сделать варенек. А, и картофель надо, чтобы вырастучить. Лук есть, мука есть, зелень есть. Где у нас наемнички? Кухарь, кухарка. Ну, давай тебя, наверное, сейчас посмотрим, какие у вас... Ну, дотик сварливый. Это шо за черта? Трус. И законопослушный. Пойдет. Горех жаловаться. Приступаем к работе. Давай, 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 давай. Сейчас кухарь придет. Картошка подойдет как раз. Сколько там ей осталось? Семь часов. Подойдет и можно будет кайфовать. Можете еще полить, кстати. Картошка подойдет как раз. Да, что вы суетесь в эту комнату, я понять не могу. Нельзя. Нельзя. Это комната для... Очень важных гостей. Надумайтесь. Ее еще не застелили, а пацан пошел спать нормально. Хе-хе-хе-хе. Че он нарыгой, что бегает? Так, все, они выходят. Левел ап, замечательно. Так, кто-то пошел передохнуть. Картошка еще не выросла. Дождитесь, мадам. Сейчас будет картошка. Так, вырастить картошку, подать графине региональное блюдо. Сейчас сделаем, женщина. Сейчас все будет. Все будет в шоколаде. Не сикай. Так, есть. У нас эти... Нифига не делают. Почему вы нифига не делаете? Так, это заберите. Вон у нас еще бревна, кстати, валяются. Нам, наверное, так много не надо сейчас. Но пусть все равно работают. Можете вон камни еще подолбить. Они нам тоже здесь ни к чему абсолютно. Куст. Куст, по-моему, перенести можно. Так, убирайте. Да, двое у нас бездельничают. Это подслушивает слухи. Правильно так держать. Слухи очень нужны. Очень. По факту, для того, чтобы увеличить наш оборот, нам просто-напросто нужно поставить еще столы. Но, как вы сейчас видите, столы мы поставить не сможем, потому что у нас заблокировано расширение во все стороны. Надо, чтобы графиня сдриснула, я комнату уберу. И пойдет тогда все по маслу. Картошечка уже на подходе. Полив троечка, качество почвы говно, состояние говно. Ну, хоть за счет полива выехали. Хоть что-то хорошее. Так, картофель собирать кто-то будет, что не? А куда он дрова тащит? Что, лишь бы принести? Я понял. Там вместимость 40 всего лишь. Так, путешественники, несите больше бабок. Нужен лавандос. Опять еще один сюда проникает. Да не ковер мне нужен. Так, все, она там села за стол. Замечательно. Пока она отвлечена, ребятки, быстро соберите картофан. Так, или это он первую стадию только? А, это первая стадия. Это плохо. Это только-только проросли росточки, видимо. Хотя, по идее, картофель же это клубень. Хм. Так, ну полейте еще на всякую позору. Ну, сбора нет. Отменно включить автоматическое сажание. Либо они второй раз посадили. Картошка у нас уже где-то есть. Но, судя по рецепту, ее нет. Ладно, разбирайте там пока все, что мешает. И спаивайте бухарей. Так, что у нас по деньгам? Затрат на работников 66. Доход от комнат 220. Доход от продажи напитков 138. А где хранится картошка? Они ее что, собрали? Или они камень там начали колупать? А, древесины никуда не лезли, да? Ну, я бы вообще как-то на внешний склад закинул. Ну, пусть пока там лежит. Я сомневаюсь, что она пропадет. Может, нам проще реально заказать картошку? У вас есть где-то картофан? О, караван едет, кстати. Подожди, караван. Мука. Это, скорее всего, именно обучающий элемент. Который мне подсказывает, что картофан мы сможем получить исключительно, если мы его вырастим. Что, конечно, грустно. Ну, ладно, работаем, работаем, работаем. Че-то туда приперся. Пришли отвлекать графиню, да? Я вас понял. Это ваша такая задача своеобразная. Не буду вас дергать. Да-да-да, нет места хранения. Я понял. Скоро начнем делать вареники. Не переживайте. Вообще, можно несколько грядок же поставить, правильно? Единственное, что меня смущает, что полив, видимо, зависит от меня напрямую. То есть, сколько я поливаю, столько поливы будет учитано. А это не совсем хорошо. Мягко говоря. У нас вообще границы стройки где? Ага, ага. Ага, вот так все плохо, да? Так, запускай пока. Графиня, это понятно, где у нас развитие. Где-то у нас была веточка. Больше земли для строительства. Ай да. Открылось у нас что? Уменьшение стоимости рекламы. Получение дополнительных слухов, когда вы узнаете один. Так, разлокирует кладовки для хранения мяса. Требует лед. Ааа, вот зачем лед. Но лед же как бы, ну ладно. Не будем вникать особо. Так, это пока все оставляем. Теперь у нас зона строительства. Ооо. Ооо. Вот с этим уже можно жить. С этим можно жить. Тогда вот эту штуку мы можем перетащить вот сюда. Но только так, чтобы с туалетом не соприкасалось. Эта штука теперь влазит сюда. Тупзолет можем вынести пока вообще здесь. И можем организовать еще одну грядочку. А как? А как это все бывает? Так, сажать картофель. Сажать автоматически. Удобрения у нас отсутствуют. Так, первый картофель уже пошел или нет? Еще нет, видимо. Платье за туалет. Кстати, у нас есть статья по платье за туалет. Тут расход. Расход чревый доход от комнат. У нас доход от комнат выше, чем от продажи напитков. Заметьте. У нас только почему-то упал процент лихих ребят и путников. Видимо, мы перестарались с бедняками. Ладно, фиг с ним. Так, игорный, мебель, строительство, платы работников. У нас нет статьи отдельной по туалету. Но мы за него точно получаем деньги. Мы получаем за топ за лет. Так, сажайте. Что по ресурсам? Осталось у нас только винишко. И все. Пора делать заказ, видимо. Но у нас уже 3000, слушайте. Мы нарастаем по деньгам очень даже неплохо. Я бы вообще здесь, наверное, переставил бы столы. Но для этого надо будет закрыть, наверное, магазин. Магазин. Какой магазин? Наверное, надо будет закрыть. Я тут, по сути, могу маленький столик вместить. Но, наверное, нет смысла. Надо поднять еще, что со вторым этажом делать. Надо бы еще понять. У меня почему-то доступа нет ко второму этажу. Хотя очень хотелось бы, на самом деле. Очень хотелось бы. Так, а если я сделаю вот так? Так, нет функционала. Нет. Нет и нет. Жалько, жалько. Ну, просто если мы на крышу посмотрим, там закрываются все вопросы. Лестница у нас идет прямо в крышу. Что не есть хорошо. Что, соответственно, не есть хорошо. Можем ее расширить. Сделать пологой, увеличить. Какой ужас. Верните на исходную, пожалуйста. Так, узенькие краешки. Пока и так сойдет. Но второй этаж однозначно нужен. Без него будет совсем плохо. И есть слишком много еды, чтобы питать всех патронов. Да, 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 да. Я знаю, что у нас нет еды. Скоро будут вареники. Скоро пойдет все вообще как надо. Надеюсь. Сейчас еще чуть-чуть осталось дождаться. Я думаю, что это последняя стадия. Так, картофель 8 часов. Здесь поливать не забываем. Надо, кстати, проверить всех наших имплойеров. Так, пока. Запускаем. Так, мадам, у вас еще третий уровень. Усталость отсутствует. Верность то, что надо. Провал задания. А как она проваливает задание, мне нравится? Дэлифт, иди вообще. Вот это она, да? Давайте ее похвалим, чтобы она не хмурилась так. Так, у тебя что? Усталость днечайшая. Покажите мне его. Тебя лайкуем. Закончить не перерыв пусть остается у него. Так, Самира. Провалено одно задание, но в целом настрой хороший. Правда, усталость растет. Хвалить ее не будем. Так, разнорабочий красавчик. Так, Карстен, Карстен, Карстен. У тебя как? Усталость. Новая работа. Почему-то минус 10 на 2 часа влетела. Где ты там? Вот это он, да? Держи лайкосик. Так, и Фабио работает вообще идеально, потому что он ничего не делает. Ему как бы... Не до этого. Так, все, вроде разобрались с ними, чтобы они особо не грустнели. Вообще, по-хорошему им нужно сделать хорошую комнату отдыха. Чтобы они там релаксили, как раз занимались том, кстати, какого хера ты здесь делаешь? Они не слушаются! Они все равно сюда ходят! Какого черта? Ай, это нехорошо. Это очень нехорошо. Что он хочет? Ты жир хочешь? Почему здесь отметка жира? А, закончился жир в этом, я понял. Факеля. Проблемка. Придется сейчас заказывать. Нам все равно заказывать бухлишко надо было. Так, открою списочек. Давайте нам вина. Давайте нам вина. Давайте нам лагер. У нас 20 позиций на заказ. Это очень хорошо. Мыло нам пока не горит. Нам нужны будут свечи. Дорогие, кстати, что-то свечи вышли. Удобрение можно, кстати, взять попробовать. Яблоки. А что, жира у вас нет, да? Пожалуйста. Ну, не-не-не-не-не-нет, нет-нет, нету жира. Зато есть мыло, есть птица, есть осисоны. Ладно, это заказываем, пусть едет. Сейчас проверим. Так, это сгоревшая. Что-что-что? Трусливая изольда. Тоже таверныш, видимо, да? И любознательный том. Любознательный том. Если у тебя жир. Жир есть. Давай любознательный том. Вода. Бобовые, кстати, есть. Давай еще парочку кружечек, раз на то пошло. Молоко, морковь, оленина, птица, репа. Травы, тарелки, уксус. Уксус 390. Стой. Фига себе. Так, вроде бы разобрались. Картошечка, доходи, дорогая, пожалуйста. Поливайте, все поливайте. Слава богу, что у нас посуда моется реактивно. Хоть что-то хорошее. Так, винишко тем временем по чуть-чуть заканчивается. Лагерь я, кстати, не заказывал. Лагерь я не заказывал, очень зря. Так, все напухиваются. Все как полагается. Ща-ща-ща, факел вас заработает, не переживайте. Честное слово. Так, за туалет платить. Платить за туалет. Так, за неделю у нас что выходит? Прибыль у нас минус 307, ну там комнату строили. Мебель в 15 тысяч у нас врезалась. Вот сейчас неделя закончится, а следующей неделе уже будет более... Более чистую статистику иметь, скажем так. Так, ну шо? Все так же полив более-менее. Уже вот-вот должен дойти. Вот-вот, один часик. Давай картофель. Наша барыня желает вареника. Ох, посылочка пришла. Замечательно. Бляха, нам нужен здесь еще один стеллаж. Пу-пу-пу. 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 Скорее всего, это все не влезет. Так, выросла. Вода, удобрения, сажать. А собрать? Не понял, там что три стадии? Не, вроде собирает. Че-то он там делает. Собрал картофель. Сколько? 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 Так, о мой дорогой трактирщик. Я вижу, вы смогли разобыть картофель. Очень жаль, что это заняло столько времени. Что же, я уже не голодна. Да и потом герцогиня Хольт и баронесса такая-то. Такие-то болтуни, что на следующий день весь Йорвелс удачил бы о моей фигуре. Так, хорошо, должен сейчас процент у нас везде одинаковый, да? О, любезная леди. Это самое легкое блюдо в этой наглой ложь. От хорошей еды не полнеют. Приятного аппетита. Успех. Ха, вы говорите прямо, как мой покойный муж Гравдевон. Подобное беззаботное отношение к жизни так освежает после времени, проведенного при дворе. Надеюсь, это все. Будет, что я долго не вынесу... А, мы ее разочаровали. В вашей компании найдите мне барда-трактирщики. Хорошего барда, а не какого-нибудь вершеплета. Так, пьяные песни... Хотя, наверное, вы простые люди именно это называете музыкой. Так, уже бегу, ваше происходило, бла-бла-бла. Вперед, сделаю что-нибудь полезное для разнообразия. Боже, случай, мы же выгоним нахер. У нас есть, кстати, функция выгонять ее нахер. Ну, в принципе, она нас обучает, как бы, некоторым нюансам игровым, ну ладно. Пусть пока будет, пусть живет. Так, еда у нас есть. Там грязные тарелочки. Картофель растет. Здесь автопосадка вообще должна быть. Алло. Сажайте картофель. Что теперь делать? Я только так и не понял, сколько мы собрали. Пять штук собрали. Ну, кухарь, наделай вареников заранее. Люди потом похавают, если что. Нам нужны стеллажи. Сейчас, надо сделать вот так тогда. Отдай сюда. Так, это мы поставим сюда. Это мы поставим поближе. Сюда. И нам нужно сюда вместить еще один стеллаж. Эм, нет. Вот так, во. Теперь я могу не перерывать. Приступайте к работе. Так, картофель. Мука. Что они там перекладывают? А, вы все втроем решили готовить одновременно, да? Херовые запачкали тут местность. Как вы так заговняли? Вы вареники делали? Алло. Так, товарищи, заказываем вареники, заказываем вареники. Пока картошечка выращивается. Очень вкусные вареники. Картошечка своя. Без лишних отвратительных глазок, без жучков, без ничего. Не потресканная. Кушаем. Прием. Да, мы выселили полностью. Мы все бедняками забили. Неприятно. Да, так-то, вообще-то. Ладно, с этим разберемся еще. Так, теперь у нас задача подготовить мост для Барда. То есть нам нужно сделать псевдосценную, я так понимаю. К этому мы вернемся. Пока что, ребятки, я сделал с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео, да и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы вас встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok